На авторынке Куяльник спор между местным кооперативом и администрацией рынка дошел до судебного разбирательства. Представители администрации утверждают, что кооперативное общество, собирающее арендную плату с предпринимателей, ведет незаконную деятельность. Юрий Липский работает на рынке почти 15 лет, был у истоков кооперативного движения. Когда понял, что с предпринимателей собирают деньги ни за что, вышел из общества и стал платить легитимным собственникам рынка. Все это вылилось в борьбу за этот денежный поток. То есть, с одной стороны, администрация рынка, с другой стороны, хайкин и компания. То есть, я не говорю, что это кооперативы. Это группа лиц, которые там 10-15 человек, которые узурпировали власть и которые все эти деньги, грубо говоря, рассовывали по карману. Собственникам земельного участка, на котором расположена легендарная яма, является общество с ограниченной ответственностью, авторынок Куяльник. Многие годы через суды и прокуратуру они ведут судебные тяжбы с кооперативом «Виктория». Администрация рынка утверждает, кооператив собирает арендную плату без каких-либо оснований. Предприниматели рассказывают, некоторые платят в кооператив «Виктория», потому что людей запугивают. Против учредителей кооператива «Виктория» сейчас открыты уголовные дела, которые слушаются в Киевском районном суде Одессы. Ранее еще в 2012 году решением хозяйственного суда Одесской области одиозному кооперативу отказали в признании права собственности пользования земельным участком и составлении договора аренды земельного участка. Несмотря на это, волнения на рынке продолжаются. Администрация рынка несет колоссальный ущерб от незаконной деятельности кооператива «Виктория», которые собирают миллионы гривен с предпринимателей ни за что. Несмотря на право собственности на землю, регистрацию в кадастре и все правоустанавливающие документы, представители администрации рынка на протяжении трех лет введут судебные дела против группы лиц, захвативших рынок Куяльник. Павел Репин, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.